День независимости День независимости Кыргызстан интегрированы настолько, насколько и полагается добрым соседям. Слова, сказанные президентом Алмазбеком Атамбаевым, подчеркивают, насколько близок и понятен Кыргызстану казахстанский дух независимости. Кыргызы и казахи ближе нет народов. Честно скажу, я приехал к родному брату, потому что знаю, что вы меня всегда понимаете, всегда помогаете, чем можете, и я со своей стороны всегда перенимаю и учусь у вас многому, как у наставника. Я очень благодарен вам за ту помощь, которую вы оказываете, я говорю, от всего кыргызского народа. Вы правы, в каждом из кыргызов есть частичка казахской крови, и в каждом из казахов есть немного кыргызской крови, ведь мы друг другу как братья. Чем старше становится ребенок, тем чаще родители вспоминают о том, какой он был в детстве. Ностальгия возвращает их в тот мир, когда они были полны энтузиазма и мечтаний о том, каким их малыш станет в будущем. Может быть, в сравнении с государством это аллегория, но разве на заре суверенитета жители Казахстана не мечтали о том, чтобы страна окрепла, стала независимой и сильной? Безусловно, и именно поэтому сегодня, когда в будущее можно смотреть с уверенностью, годы становления независимости молодого казахстанского государства вспоминаются с особым чувством. Кыргызстанцам эти чувства особенно понятны, потому что в начале пути две республики начинали движение с одним и тем же багажом. Стартовые позиции никому не давали особых преимуществ. Но сегодня, спустя почти два с половиной десятка лет, пройденный путь уже можно оценить пусть и с малой, но и исторической высоты. Для кыргызского народа самый близкий народ, это поистине наши братья, казахи, и за время независимости они достигли ошутимых результатов и внутри, и внешней политики. Чувствуется духовный подъем, подъем экономики, и последние события в мире, в глобальной политике. И действительно, сегодня Казахстан считается Центральной Азией развивающейся, более стабильной, прошлой страной, и нашли свой путь к развитию. В этом смысле казахская модель развития является образцовым не только для стран Центральной Азии, а для всех стран бывшего Советского Союза. Убеждение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сначала экономика, потом политика, уже стало постулатом развития во многих странах. Для того, чтобы прислушаться к этим словам и взять их за основу, есть все основания и предпосылки. Достаточно проанализировать путь казахстанского индустриального продвижения. Углеводородные недра дали мощный толчок к становлению в Казахстане экономического базиса. Согласитесь, нужно уметь распорядиться природными богатствами так, чтобы в будущем они могли принести значимые дивиденды. Параллельно с освоением углеводородных запасов в стране стали развиваться секторы, которые впоследствии позволили дивертифицировать экономику и уйти от сырьевой зависимости. Так была заложена основа конкурентоспособной казахстанской экономической модели. Казахстан состоялся как независимый, сильный Казахстан. Сегодня мы можем сказать, что в Казахстан входит 50 стран мира с сильной экономикой. То есть внутренний валовый продукт уже перешагнул за 250 миллиардов долларов. Доходы на душу населения тоже уже превысили 12 тысяч. То есть это уже с высоким достатком страна. И страна имеет очень устойчивые тенденции роста. Мы должны двигаться вперед, учиться, осмысливать, ценить, что у нас есть. И двигаться вперед, для того, чтобы было еще лучше. Я поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить наш братский казахский народ с великим праздником. Праздником независимости, праздником стабильности, праздником силы. Быть независимым вовсе не значит оградиться от всего мира. Сила в том и заключается, что осознавая свои сильные стороны, государство готово включаться в новые интеграционные процессы. Эти связи, как кровеносная система человека, тем сильнее, чем насыщеннее их внутренняя природа. Нужно быть человеком со стратегическим складом ума, чтобы еще 20 лет назад знать, что объединительные процессы будут главной движущей силой преодоления вызовов нового тысячелетия. Речь прежде всего об инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, об идее Евразийского союза. Подтверждением актуальности этой мысли могут служить нынешние тенденции, когда региональные организации, экономические объединения берут на себя большую часть инициативы по экономическому продвижению государств, укреплению их потенциала и социальному развитию. Независимый Казахстан сегодня один из лидеров этого движения. Показатели у Казахстана действительно очень внушительные. Чувствуется и видится, какими она большими шагами идет вперед. И те задачи, которые она перед собой ставит, войти в тридцатку наилучших стран мира, будем говорить, экономически разных стран, им это по плечу. Они вполне реально продвигаются по этим вопросам. И поэтому День независимый, который она встречает, я думаю, они с гордо поднятой головой, они действительно ведут особую независимую политику. Но, конечно, будем говорить с некоторыми такими вариантами сплочения, как бы вокруг стоящих государств, вместе или рядом будем говорить. Это тоже правильная политика, потому что в одиночку очень трудно, особенно в новом мире, в новой, будем говорить, системе, в новой стратегии глобализации мира. Казахстан сегодня позиционирует себя, как государство, всемирно вовлеченное в глобальные процессы, активно влияет на происходящие политические события, реагирует на изменения экономической конъюнктуры, планирует стратегию будущего регионального развития. В этом процессе особая роль отводится главе государства, который должен уметь предугадать возможные сценарии развития мировых тенденций. И в случае, если они несут угрозу, то заранее предпринять все усилия, чтобы обезопасить свое государство. Недавнее послание президента Нурсултана Назарбаева ответило на многие вопросы, главный из которых – насколько Казахстан готов к пертурбации мирового порядка и экономической турбулентности. По мнению видных научных деятелей Кыргызстана, президент Назарбаев четко обозначил приоритеты будущего движения Казахстана в сложном изменяющемся мире. Это еще одна важная черта состоятельности независимого государства и прагматичности его лидера. Это хороший, очень серьезный, основательный документ, где поставлены цели, задачи, обязанности исполнителей, определены сроки, источники финансирования. То есть это грамотный, очень такой документ, серьезный документ, над которым надо работать в плане реализации. Грядет мировой кризис, геополитический кризис, он уже идет, уже полгода как. Поэтому зачем ждать? Я думаю, отличительная черта Назарбаева – это работать на опережение. И в этом случае он тоже сработал на опережение. Я думаю, что все президенты сейчас должны работать на опережение, а не ждать, когда кризис ударит со всей силы. Ближайшее будущее Кыргызстана – это таможенный союз, а затем и единое евразийское экономическое пространство. Это объективные реалии позитивного характера. Сейчас, спустя 24 года независимости, пришло понимание того, что интеграционный посыл Казахстана – это не теорема политических амбиций, а откровенное желание сделать жизнь простых людей лучше. Экономический подъем в Казахстане дал гражданам страны ощущение свободы, открыл перед ними новые горизонты и позволил людям инвестировать в будущее через образование и культурное обогащение. Стяжным развития стала экономическая стабильность и конкурентоспособность. Евразийский экономический союз позволит Кыргызстану стать неотъемлемой частью этого процесса, оказаться в эпицентре событий, чтобы уже в ближайшем будущем смело говорить о возрождении промышленного потенциала. Все годы суверенитета и особенно последние годы достижения Казахстана во всех аспектах являются для нас, для Кыргызстана и примером, а вообще для мирового сообщества общепризнанным фактом. И в аспектах именно экономических успехов, социальных, политических, международных успехов Казахстана, они общепризнаны. И те амбициозные задачи, которые ставит Казахстан во главе уважаемым президентом Нурсултана Абчаном Назарбаевым, это все-таки является уже совершительным фактом. При всех трудностях глобального мира, рецессии, возможно, экономической в мировом масштабе, Казахстан сохранит устойчивые темпы экономического роста и, конечно, прежде всего, социальные гарантии, которые обеспечивает государство Казахстан во главе президента. Еще один год независимости за плечами, но оглядываться назад некогда. Пусть прошлое будет багажом опыта и знаний, а смелость, профессионализм и образованность за делом на будущее.